К тому, что ты сейчас сказал, добавить короткую, может быть, ремарку. Опять же, о приоритетах. Вот почему мы говорим, ну, понятно, апостолам, ученикам Иисуса Христа, с ним было просто служить, с ними же Бог ходил рядом, ну, все же понятно. Но дело в том, что Писание начинается, Евангелие начинается не с этого. Евангелие начинается с того, что один апостол пришел к другу, тогда они еще не были апостолами, тогда они были просто избранными Богом людьми, и один апостол пришел к другому апостолу и сказал, послушай, мы нашли того, о ком писал Моисей и пророки. То есть, из этого я делаю заключение, что они всю свою жизнь искали. И когда они нашли, тогда у них, понятно, не было проблем с ним ходить. Но и даже при всем этом, они ходили с ним буквально, ну, сейчас это с книгами, конечно, тогда, по-моему, ходили со свитками Торы и просто выискивали, ага, вот это делает Мессия, точно галочку поставили, и это делает, точно Мессия. То есть, они не просто ходили, они еще и подтверждение искали. В тот момент, когда мы начнем искать лица Божьего, когда мы увидим Его действия в нашей жизни, начнем подмечать всякие мелочи и понимать, что у этого, да, есть цена, но у этого и прибыль большая, прибыток большой в нашей жизни, в этот момент наши приоритеты сами выстроятся таким образом, каким Иисус хотел, чтобы они выстроились. Мы ведь нигде не видим, что Иисус говорит, так, вот это делайте, это не делайте. Люди, ходя с ним, сами выстраивали свои приоритеты, исходя из того, кто с ними ходит.